Ну, дорогие товарищи, здесь как-то определилась тема сквозное действие вечера, так сказать. Поэтому извините за повторы, так сказать, которые, несомненно, будут моим поздравлением. Ну, что сказать мне вам, Ульянов? Повторы слушать знаю лень. Я уверен, что вы полны идей и планов, газеты пишут через день. А вот о чем они молчали, сейчас я вам расскажу. Я вам расскажу. Позвольте коротко вначале простые факты и сложу. Вот вы недавно были в Штатах. Беседы с Рейганом вели. Узнав о разделении МХАТа, он вам сказал, свой не делим. В дни перестройки нашей славны и Рейган понял, наконец, сын не всегда, быть может, главным, хоть главным был его отец. Но все же было трудновато ему в проблемы наши влезть. У нас полегче жить, ребята, пусть театров мало, дружба есть. Ну, с президентом вы, коллеги, он вас спросил, где пьесу взять, чтобы вы в ней были, Миша Рейган. Как мне Шатрову повидать? А вы ему про режиссуру, Шатров далек от катаклизм, что пишет он про диктатуру, не зная ваш капитализм, что он Ефремову обязан и сед, а ты, приятель, сер, не сможет он работать сразу на США и СССР. Что мы еще свои проблемы порой решаем кое-как, а в США на эти темы не пишет ни один маршак. Тут раздались аплодисменты. Документально, без прикрас. Хочу словами президента закончить скромный свой рассказ. Ульянов, вы большой оратор. Вас силы и таланта сплав. Такой возьмет не только театр, вокзал возьмет и телеграф. И даже Рейгану, не скрою, было совсем не все равно, что он беседует с героем не только театра и кино. А дальше говорят, что Миша потом с ним пил на Брутершафт. Я тут по надобности вышел, а сочинил все это и гафт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!